Всем ассалам алейкум! Меня зовут Арман Абдрахманов. Рядом со мной Мадиев Исата. Это специальный разбор полетов к предстоящему НАИЗА-49. В этом выпуске мы поговорим о предстоящем командном гран-при между командами ТОБЕТОПТИМ и ДАРТИМ. И, конечно же, о гран-при, который шел у нас на протяжении почти всего года. Всему этому был корейский чемпион. Это финал гран-при Дастана Мангильде против Султана Жолдашпека. И, конечно же, первая защита пояса Валерии Корыниной против спортсменка из Кореи. Но об этом мы чуть позже поговорим. Прямо сейчас Исата скажет нам, почему нужно смотреть этот турнир и что он ждет этого турнира? Исата, и твои впечатления по поводу? Наиза-49, Алматы-Арена, Бреггей турнир. Мысалы, жалпы, ен басты жек-пыжек талатын был сан спортсмен, но медиа жағынан бұл жылдыздар на бір жек-пыжек талатын. Например, 50-й турнир мен алатын болса, он карты, карты, где-то, ғолы жылдыздар. Оган оса басты жек-пыжек бар. Был жақа келетін болса, жылдызды бір танымал есімдер жоқ, бірақ спорттық жағы бір өте жоғар денгейді. Зашкалев айттейді. Да. Неге десеңіз, екі-бірде гран-при-дің женіпаздарын анықтаймыз. Бұл турнирде жалпы 30 миллион тенге ойнатылады. Ролдаспек не дастан 5 миллион тенге гей болады. Ал 25 миллион тенгені не дартим, не тубит алып ботеды. Да, Крит Селямов. Осы жағынан өте қысық турнир бұл қабинғандай хардкорный жанкерлердің асауық түкен турнирлерің бірі мен ойымшы. Мені өз жеке басын осы турнирді асауықтым. Гран-при немен аяқталады, командалығы гран-при немен аяқталады. Толсын арғарай бұл гран-приден шыққан жігіттер жолың қалай табады сол ғызықты. Неге десең, жекелейсінді бұл гран-при болсын, командалығы гран-приді болсын, бұл арда бірнеше есім пайда болдықты, бұрын соңды бұл қатты белгілі болмаған. Тіпті дәлі осы гран-приден дебюттік жекпе жегін бастап, пайда болған жекеттер бар. Сондықтан жалпы талқылайтын, қарайтын дүниегі өп, дәлі осы турнирді алатын болсақ. Ну, и помимо этого, мне также очень сильно нравится тот факт, что Дастан против Султана, финал, также они выигрывают и денежный приз. Помимо этого, они еще являются обязательным претендентом на пост чемпиона. И пару боев есть, которые в карде также очень интересны, об этом мы чуть позже поговорим. С чего начнем, Исатай? Начнем с гран-при, либо начнем с одиночных противостоей? Турнир ендек, командалығы гран-приді мембастайды, Рейдер ендек, мембастайды. Давай с него начнем. Команда Тобиета и команда Дар Тим, они прошли достаточно долгий путь до финала. Мне очень радует тот факт, что в команде Тобиета, в команде Дар Тим нет таких, знаешь, очень ярко выраженных фаворитов в этом финале. Кто-то скажет, может быть, есть там, допустим, в паре между Жасуланом Акимжаном и Тимуром Сериколой. Нес мать шокты вот кандырша. Кто-то скажет, что Жасулан более опытный, такой прожжен опытом, Тимур все еще начинающий. Но, тем не менее, с точки зрения стиля, спортивную составляющую берем, нет таких поединков, которые можно сказать, что все это, мисс-матч и так далее. Поэтому с этой точки зрения все классно проработано. Более того, и с той стороны, и с этой стороны бойцы начинающие, по большому счету. Нет тех, кто там провел 10 боев, ну, кроме Жасулана Акимжана, у которого опыта очень много. Помимо него, кроме него есть бойцы, которые действительно, как ты говоришь, начинали, именно дебютировали в рамках этого Гран-при. Кто-то провел один бой до Гран-при Найза и вышел на командную встречу. Говоря о противостоянии, все-таки, мне кажется, это будет противостояние не классическое, типа, знаешь, борцы против ударников, потому что и те, и те команды универсальны. Как ты считаешь? Да. 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 Болат, как бы лигада, у него был один опытный. Айжгит, ке-гану отылмаса, жалпы таптер гележат. Берак, саэты келмердеген, и кен, бұл арене дартим ишін минус. Аргарайм 65. Вот здесь вот, конечно, да. Вот этот поединок. Давай, ты говори. Жалкостыр, жалкостыр. Вот этот поединок, конечно же. Я с одной стороны подумал, блин, зачем? Чему Серикулон, начинающий проспект, новый парень, новое лицо, вот такая свежая кровь, мне нравится его стиль, нравится, как он дерется. И его поставили… Ну, надо сказать, что если бы не Жасик, был бы Сабит, потому что в прошлый раз в составе команды Тубет в этой весе был Сабит Жасупов. Я помню, даже был Стердаун, помнишь? Причем ребята обсуждали, кажется, и вот если я правильно услышал, что, возможно, там не будет Сабита, поэтому зачем проводить Стердаун? В итоге убедились, сказали, в любом случае, давайте проведем Стердаун. Тимус Серикулон, я помню, в клетку заходил. Поэтому если бы не Жасик, это было бы Сабит. Поначалу подумал, блин, зачем Жасик против Тимура, все-таки это разный, скажем так, Жасик – это там, Тимур еще и только начинает свой путь. Я бы не хотел, знаешь, потому что сейчас… Я бы хотел их увидеть в дальнейшем, но не сейчас. Мне кажется, что Тимур еще не готов, но если все получится у Тимура Серикулона, для него просто бесконечность не предел, на самом деле, в точке зрения медиа и узнаваемости. С этой точки зрения, конечно, риск будет оправдан. Как ты считаешь? Был жерде риск получится, не получится. Был жерде Тимур, 30-да, 30-да, бір нәтиже келет. Был, сонда, көп нәше жоғалтпайды. Риск тәу келет, сонда, бір үлкен немес олыш. Риск больше ужасик, это дамыш. Жигиттың рекорды не бәр екіден өл, өткен жал дебют жасаған спортш. Отылса, тәжірбе жинап шығады, және кішкене медиа жанын ұлысы. Тимурдың ляқсы бір аргументі бар, қол ауыр екен он. Да, бір салсауын дұртпайды. Кім салуыны гарантия білет ертеңе, бір ғаны соққымен қазір барлыға айықталып болатын сәкін. Ондай болуы әбден мүмкін. Сондықтан бұл жерді, егер бұлай жалып салыстыратын болсақ, жасланға бұндай жек-пі-жек әуі бастан керегілік болып көрінеді. Бірақ мен түсінімше жаслан сенімді. Бірақ ең басты жаспалады мен сенімбесе болды. Неге десең, жасланың бойында ұндай қасеттерді байқаған болатын. Мысалы, Королевске ғарсы жек-пі-жек. Кұғыныру әдісіне түсіп қалды. Буджевский қажысы, да? Я, осында Ауматта болған. Сосын, Матин Сафари ғарсы жек-пі-жек. Бұрын соңды женгілмеген, мұқты балай екен көрініп тұрды. Бірақ бұл жерде қалады дегенмен, в этой игре ест ұровни дейді ой. Да. Денге әлдегі әлдегі жоғар. На классе, алып шықты сол жек-пі-жек. Бірақ сол жерде байқалыпты. Жек-пі-жекке берікпетеді, күппетеді жасылан. Бұл жерде сон кездер байқалып, жасылан фанаттар үшін түбілесізі келетті, солардың жүрегін жағылау үшін. Кәдің біде көрерменің бір көзәнің найын алысы келетті. Я понемін, чімді көлші. Кәдің бі қанын азып жағын сындырып, сонда стилде, жек-пе-жек көрсеткісі келетті. Ал мұна жақтан ғаш барлығын дәлелдеуге дайын жасы бала шығады. 21-22-де, шама мен. Бұл жерде апсеттің барлық алғы шарттары бір. Бірақ ол мен міндеттірде болады деген сөз емес. Бірақ оны алық қарайтын болсаң, негізі апсеттің кеем дегенде жылдың еңіздік жек-пе-жектерін бірін біздің көруімізге, сонда бір алғы шарттар біратыр терең үңіліп тұрстап қарайтын болсаңыз. Және мен үшін тағы бір көрсеткіш, күлет жұрттың барлығыны шайп күсіне. Бірақ бұның көрінімі, Тимурды қалай сипаттайды бізге. Қазір индустрияның қалай жұмыс жасайтын түсініптір. Жас болса да, жаңа келседі, әмімеде талай жыл жүрген жігіттерден артық қазір Тимур түсініптір соны. Күлкілі көрінседі, ол қолынан келеді, төбілесе. Оны көрсетті, екрет қатарына, уақытнан бұрын жегіз. Стилі шынымен де ерекше. Шынымен де стилін көрігі тұрарлық. Соны түсіне білет, соны білет, және медиада өзің қалай көрсеті көрекен білет. Микрофон ұстаса көзі жаңталықта ло қалмайды. Сөзі бәрді сұл. Сондықтан Тимурды бұлай жаспалай кенде, алптастау бұл жерде кішкенен дұрсымыз сияқты. Бірақ қалай дегенмен фаворит жаслан. Бұған көмәңгелтірменіздер. Жаслан фаворит, бірақ қазыр Тимурдың қандай күйде, қандай мотивациясы бар екен, және сонғы жекпі жектерін қарап шығып, жалпы Тимурдың кімекен түсіну керек. Сондықтан жасна қарап, рекордна қарап, бірден бұлай алптастау сұлғын дұрсым емес сияқты. Ең қады жекпіз жекпіз жектерін бірші негерек. Ну да, и противостояние в целом, если бы не в рамках гран-при, а отдельным был бы одиночным противостояние, просто Тимур, Северкулы, жаслан Кіпжан, она бы, наверное, не состоялось бы. Да, гран-при болмаса бұндай жекпіз жекпіз жек. Не было бы точно, потому что в любом случае, да, это вот из разных... Көрін ба, бұл жерде, гран-при жалысы үллитін болсаң, Гран-при-дың басты мақсаты команда 25 миллион беруемез. Басты басты бір функциясы дәл осында есімдерді шығару. Кемур Серкулы, Тубеттен 70 кел салмақтағы Жанғасанов, мысалы, Титаренко бар. Да, Самазар. Салмақ, бұндай салмақ тарда бақшы Казақстанда дефицит 80 кел, 70 кел салмақ. Намек Нефталиев, Рузматов деген бар. Бұлардың барлыға гран-при болмаса, Бәлкім Жанғырдың назарынады сқаларымет. Мұндай турнирде өнергөсетерімет. Шоу, менғанша, гран-при-дің басты миссиясы осы, және сол миссия қазыр толықта жүргі асылатыр. Ертен қазы кім жэнгсе де, бұл жүгіттер енді жоғалып көтпейді. Жоғалмайді деген сөз. Мұндай өзірінден табады. Басен өпшіл. Согласен с тобой полностью. Добавить мне на самом деле, әншен. Хотя нет, есть что добавить. Есть, мне кажется, небольшое преимущество команды ТОБЕД ТОПТИМ в том, что вот все вот ребята, кто выступает в рамках этой команды, это по сути спарринг-мартёры действующих чемпионов различных лиг. Знаешь, это те ребята, кто вырос, помогая бойцам команды ТОБЕД, кстати, они в этом году, в прошлом, да, можно сказать, по итогам прошлого года, да, были признаны лучшей командой. Как оно есть, правильно, с этим не оспоришь, титулы есть и в Файтнайтс, и в Игл есть, и в Найза есть, и еще претендент на помощь чемпионов в лице Имранда и Султана. Поэтому вот Кощеен, Ельжан, Самандар, Юрий Китаренко, Джасулан Акимжан, это все, ну, Акимжан, понятное дело, вот все эти молодые ребята, они, вот, по сути, выросли на, выросли в зале, в зале, в клуме. Жоп, көрдің бе? Сен аргументтің дұрыс, бірақ бұл жерде Гран-при-дің форматын ұмытпа, женістің сапасы бар. Да. Бұл көрермендерің көр білеу бермейтінші ар, қазір, сонты сақылап кеттік. Да, разнесем, да, разнесем, да. Мысалы, 3 спортшы мынажақтан женді дейік, 2 спортшы мынажақтан женді дейді. 3 спортшы женген команда отат деген сөз емес. Бұл ған ешкім кепіл бермейтін. Женістің сапасы бар, мысалы, 1-2-5-2-2 шығатта, 1 команданың спортшысы 1-2 раундта женгет. Оған 6 пай беріледі, дұрыс па? Да. 2-2 раундта женген үшін 5 пай береді. 3-2 раундта, 4 пай беріледі. Егер төрешілерің шешім болса, онында 3 пай беріледі. Сонда женгістерің, мысалы, сапасына ғарайды. Егер мұнажақтан 2-е ұшығып, алғаш ғраундта, жекпі-жектерің аяқтап тастаса, 6-6-10-й көпай. Мұнажақта 3-е ұженгдедік, бірақ олардың барлығы төрешілерің шешіммен женгді. Оларда 3-3, 9. 12-де 9, сонда 2-е ұшығып, жәнген ғаманды жалпы ғран-пире женгістерің жетет. Сонда парадокс, нонсыз болуы мүмкін. Сонда ғызық болады, мұнажақтан мысалы, 2-е ұшығып, жәнгдедік, 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 жәнгдедік. На самом деле, я понимаю, почему это было сделано, я это полностью поддерживаю, потому что, как мы видим, в некоторой командной игропри, которую проводят, есть там 5 спортсменов с одной стороны, с другой стороны, если они выиграют 3-2 в начале, то дальше смотреть уже никакого смысла нет, неинтересная интрига пропадает, а тут она до конца держится. Ну, бывают моменты, когда уже один бой остался, и там даже если ты выиграешь решением, ничего не изменится. Это понятное дело. Но в целом, такой подход хорош. Однако, да, если будет такая ситуация, будет сложно это объяснить многим. Ну, вот мы это попытались объяснить. Джитске ли сам Ак? Гасанов. Гасанов. Против Саида Агаев. Два ударника побольше. Ну, хотя, можно назвать Ильжана Гасанова ударником? Ильжан, мне не говорим, где универсалов корнет. Ну, и Саид Агаев. Ну, да. Нельзя сказать, что чистые ударники, наверное, универсалы, большей части, просто я опять-таки, мысли, чем я категориям? Эльжан, Булжирде, кышкине, тажирбелек был кормят. Угу. Жек-пижектерді куберек, кышкине, жанем, авискоида жинаған, тажирбесі де молырақ, менің, Булжирде, Эльжан фаворит. Женіске жетуге, инструменттер, куберек сяқт. Знаеш, мне интересен еще, еще противостояние в 77 кг. Это Намик, Невталиев, и есть Амандар, Рузматов. Намик, мы знаем, очень жесткий ударник в последний поединок против, казалось бы, такого, знаешь, стилистического кошмара для ударника, да, вышел борец, но при этом он так грамотно отработал, всаживал луки, просто такие, что у его соперника пропадало желание, кажется, вообще, пытаться провести какой-то бросок или сделать что-то из борьбы. И Самандар Рузматов в целом в своих боях, которые мы комментировали, видели, я помню, что он часто использует именно борцовские техники. Грэпплингтен спортшебер, Канстан чемпион. Так что, здесь вот такой вот... там, 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 стилистикалык, онгайсыз. Бер-бер-не онгайсыз. Блажеткен, нахты біреуге онгайсыз дегуе келмей. Был жерде, кім, уэзнікінжа сайлат, деген сияқты кеттет. Содан гейн, был жерде, Рузматовтың антропометриси, шыны, герек, 70-ке жақынырақ. Да-да-да. Намик, енді, кадынгбуде, жартлы орта саунақтын жігіті. Атлетизм барлығы бойында бар. Бір рет бізге іс-чүзінде көрсетікпейді. Грэпплер, күрешілермен қалай, жұмыс жасай кереге кендігін, жасай ал атымдан көрсетікпейді. Сондықтан, сәл басындық цуан берем, антропометрия бар, және бұндай тәжірбеді бар. Рузматовқа шынымен де, әлбі жүйгіті. Так, мы еще не обсудили самый тяжелый вес, ну именно в рамках командной встречи Юрий Титаренг кӚ і вот парень, которого... Его не было изначально. Да, да... Арман Ермембект, к сожалению, я не видел его баи. Я не могу ничего о нем сказать, если честно. Ну, Титаренг мы знаем, а Ермембета, пока его баи не видели. Поэтому, для нас он темная лошадка, если честно. Что он может показать? Хороший универсал также. Еще одно противостояние – это Кушен Аканов. Аканов Кушен. И также вот он не был заявлен изначально, вышел на замену Мирбек Тулегенов. Вот здесь вот я, если честно, чуть-чуть опасаюсь за Мирбека Тулегенова. Последний раз он дрался в Ахтау, если не ошибаюсь, был очень давно. В Ахтау он дрался последний раз. И по большей части я сейчас его вижу, что он занимается больше такой вот околоспортивной составляющей, он работает на АИЗА, помогает ребятам здесь все делать касательно вот продакшена, производства и так далее. И когда вот человек, даже по себе знаешь, когда ты начинаешь заниматься другой деятельностью, не похожей на твой основной, ты теряешь в такую какую-то спортивную составляющую. Да, ты тренируешься, но ты уже тренируешься, наверное, не как профбоец. А вот Кушен Аканов, он все время находится в такой боевом состоянии, он и на сборах, кажется, сейчас принимает активное участие, да, и был в Таиланде, если не ошибаюсь. И в целом имеет такой вот бэкграунд, брал, кажется, он и Пагратион по миру, чемпиона мира, остановился по Пагратиону, и по Ганне, кажется, также выступал. Ну, в общем, в этом плане, мне кажется, он предпочтительнее смотрится в спортивной составляющей, нежели Мирбек Тулигенов. Да, и вот он как-то более активнее, чем Мирбек Тулигенов, поэтому вот за Тулигенова немного здесь опасно. Плюс еще и да, на коротком уведомлении. Ну, тут опять-таки рискованно, но если риск будет оправдан, конечно же, он заявит о себе, потому что его поединок в Ахтау тоже был неплохой. Пятираундовое противостояние Валерии Корыгиной, она стала относительно недавно чемпионкой в этой весовой категории, удостоилась награды лучшая, лучшая боец, лучшая женщина-боец. Вот так хотел сказать, но что-то в голове не очень хорошо звучало. Ей будут противостоять спортсменка из Кореи. Изначально она пару лет назад, кажется, подписалась, да? Какая-то такая история была. Ее зовут Исео Дам. Надеюсь, я правильно произнес это корейское имя. Исео Дам. Она изначально подписалась, потом она провела поединок на турнире Road to UFC в рамках турнира в Сингапуре. То есть, если ты побеждаешь, ты автоматически... Ну, это, в общем, как контендер-сириес. Давай я объясню. Но там проиграла. Да-да-да, то есть, специально для азиатского региона. Но там она проиграла. В итоге, вот, спустя это время, сейчас будет драться против Валерии Корыгиной. Что скажешь по поводу этого противостояния? Да, наверное, даже и для самой Валерии. Большое количество контрактов нет, но вы не знаете, у него нет. Но нет, что вы не знаете. Но это не было. На это, как на кредит. На это, например, в Корее на экране, теорά просто�가т у нас в интернет-модах. И у них нет, которые вам есть. У них есть у них есть уникальная динамка. У них есть у них есть у них есть у них дети. Желлер бар, тек қана мемлекет кәрсетерің ішінде жүретін. Бай қағаным, қаралын біра жинедекен. Ең бірінші, көзге түсетіні, рекпожектерін алып қарасан, 200-400 мұндаған қаралындар бар екен. Райкар нескеретін болсаң, және, қандай лигада унер көрсеткен нескеретін болсаң, бұл жақсы көрсеткіш. Біздегі мысалы, екінің бір оңдай көрсеткішкер жете вермейді. Особенно для женского мұнда? Да, ол да бар. Аймақтық лигалар дейінде біраз тәжірбе жинаған, бұл ашеткінде UFC-де бір ғадам жақын қалған спортшы тіпті Вей Лижангпен кезінде 2017 жылы. За пояс чемпиона, кстати. Да, аймақтық лига үшін бір раунд толықтай айқасып шықты, бірақ екінші раундта бір соққын оңғырттай жевер бақыт. Сонда елмасын. Жалпы стиль наватын болсақ, негізі күреске ден ғой әт. Сінемше базасы бұл джиу-джитсу, қоңыр білбеу егері. Және жек-пі-жектерінің алтауын-түртеуінің уақытынан бұрын аяқтаван шиуі бір әдіспен қаршыласын арқасынан қылқындыру. Сонда ең кең таралған РНС. Ең кең таралған әлістерінің бірдегі олатын шар. Бұл жағынан алқып қарайтын болсаң, енді Карегина ғашынымен декшен антагонист. Карегинаның да енді белгілі бір денгей бар артырда, бірақ қалай дегенмен оң жек-пі-жек барысында басқан әрсе көңілі оларады. Ол қашықтық тастау, соққы жаудыру деген сияқты. Біздің посткингісті қаймақтығы классикалық рукапашқың стилі бар ол. Соған сәлі құстасы. Рукапашқа, кейкбоксинг, сонда мен бір құстасы. Тычковы, очковы набирательны стилді? Да, сонда бір қасиеті бар. Балы набирателі. Сонда бір қасиеті бар екен, шыны керек, екі үн бұлай. Бір-бірне салыстыра келсен, нақты бір баға бер ұқиын. Неге десең, бұл жер көмінесе кәрі спортшысына ғатысты. 2019 жылдан бері өнер көрсетпеген, содан кейін ротты UFC-де болды, бірақ дженгіліске ұшырады. Сонғыздер жол болмай жүр, оған қоса міне ұзақ-ұзақ үзілістер бар екенді. Сонғы жек біжектерінде мысалы тіпті тейгдауын жасамайық, қарсыласын тек қаны ағыстырат. Ағыстырат, және бірден земен. Земеншіке соққын жаудырып-жаудырып барып қана патриаруыстардықтан. Бірақ бұны корегені мүндеттірді. Қарапшықты және оңайшылықпен өзінің бетеріп, тірек бойға мүмкіншілік бермейді. Қалай дегімес, ол бір жақ. Сосын, бұна да екінші фактор бар. Корегені үшін алматы қазар өзінің жерілікті аренасы деге болып. Үйреншікті арені. Кейін деген. Да-да-да. Бұл жақта бірнеші айқасы өткісіп тастағам, бұл жақта танымал, ешқендік скелет, адаптациямен ешқандай проблем жоқ, деген сияқты. Тағамы да құстасы. Бұл өте маңызды фактор тағам. Неге десең, мысалы, Корея мен енді біздің тағамдар ерекшелігі үлкен. Мажақа келіп, организм қалай қабылды. Талай жекпе-жектер, мысалы, ал шетелден кеген спортшылар, мысалы, тіпті тағамын кухняның кесірінен ашылып көрсетелмай жатқан жайлар бар. Толықтай, мүне бірінші рет келет бұл жақы. Сондықтан бұндай кесігерім сақты көзге көрінбейтін факторлар көпті. Сол седепті бұл жәрте мен ғымша чемпион болған, бұл жақта талай рет айқасып үлгерген, бізге түсінікті тілде сөйлейтін Корегина фаворит сәқті оқ көрінетін. Ну, знаеш, мне вот, помимо того, что ты сказал, есть пара моментов, которые вводят сомнение насчет кондиции и Сео Даму, корейнки, спортсменки из Кореи, во-первых, действительно, с 19-го года она подралась только в 22-м году. Я хотел посмотреть, искал этот поединок Роу Ту Ефсей, но его я не нашел, поэтому по поводу того, что она может, умеет, спрогрессировала ли она, либо наоборот, пошел регресс, непонятно. Помимо этого, она там является грэплером, да? Корбелью джюджетсом. Да, да, да. Но при этом, вот в тех боях, которые мы с тобой смотрели, не было такого, чтобы она кого-то там, знаешь, явно переводила, там, то есть, с бросковой техникой, наверное, проблемы есть. Ну, и при этом Корыгина тоже умеет делать грэплинг, между прочим. Да, преимущества не будет. Поэтому, ну, я вот не знаю, ну, да, конечно же, что если чемпионка, чемпиона Валерия Корыгина будет фаворитом, но для меня вот Иоси Адам, она является тоже такой темной лошадкой, поэтому, помнишь, у нас тоже был на Су Йонга такие некие сомнения, потому что непонятно было, что за боец, да, там, где-то у себя дрался, тоже умеет делать джиу-жицу и бьет неплохо, но при этом, как он сильно удивил. Ну, он был активен, последний Су Йонга, и все, да, он был активен, поэтому там можно было понять, что какой-то уровень, здесь вот пока непонятно. Будем ждать, будем смотреть, что покажет, как говорится, октагон. Октагон пока что. Я, собственно, был жире, бис, бир, жик, пи, жик, тунадасы, галдараны кэмбис, нургали, нургайпулы. Бывший преднед на поиск чемпиона, между прочим. Жас. Жасы бир, нахты бир базасы вар, а виской спорта, тажирбес, деген, жететін, жақсы проспекттердің бәрі, менің оймыша, бұл жерде сәл дұрыс менеджменттің қолына түсігірек бұл жүгіт. Ең алдымен, кішкене, кейбір сәттілі дұрыс шешміға бұлдамайтын байқалу отырды. Нақты бір менеджмент керек, бұлай, қол жетектеп жүргізе алатын. Мысалы, бұл жүгіттің салы, ұйықсыға бұл жүргізе алатын дейді. Шол ататында шығар, бірақ ол үшін менеджмент керек. Менеджмент бұл ең алдымен дұрыс шешім қабылдай алу. Кішкен бұл шаққа жұл ұспар ғой деген сияқты. Ал үшін керек, нұрғай пұлдан бұны әзірше байқамай. Және қазір екін күресті қатармен ал жүр. Олтық құрама сатында ол. Бұл жерде маңызды фактор, нұрғали қазір ең алдымен еркін күресте жүрген, өз жолын таб алмай жүрген, еркін күресте ашыл алмай жүрген, талай-талай мұқты таланчиктер бар. Ертен олардың барлығы сұртта ғалат. Неге десең, бұл олимпиадалық спортыры солай. Конкуренция жасқы. Қаткес. Нұрғали оларға күшкене балама көрсетігі мүмкін. Жүрген, мене осындай жол бар. Бұл жерде еркін күрест әрине отылады. Атток кадров дейдіғы, өтечке Мазгоф. Аржақтан кетеді, бірақ ММО отады. Бізде неге десең, өткес. Бағыланы жақанша бар. Креки өн күресіне көр өткес. сапында олган Казахстан чемпионаттарын әлемдік турнирлерде жақсы өнер көрсеткен жектер керемет база мен эртен өмемеге келу мүмкін. Нұрғайып, нұрғалед, мен сонда бір пионер деп қарастырам. Мысалы, бізде еркін керес енді біршама денгейде. Американалық қарсаң, әрбір екінші спортшы еркенбес. Мол, американ там все там, колледжы, студенты, Қазақстан жастар арасында анда амда көрген, бірақ жастар жүрма-жүрма шағына келгенгізде басын көпшілік жоқ бұқ бұдет. Негесеңіз олимпиадалық спорттың үріктеудің жалпы қағыдасы сондай. Селекция. Ал ММА бұл кәсібей спорттыр. Бұл жерде селекция ешкінде ғажет жоқмыз. Бұл жерде селекция деген атымен жоқмарсы. Сондықтан Нұрғали ертең сондай спортшыларға жол көрсеті үмкін. Солардың алдын да бейт. Жүріп мүмкін. Бұл жерде селекция ешкінде үмкін. Мұл жерде селекция ешкінде үмкін. Ортиков, мен үмкін, оңғай шаруа Нұрғали үшін. Күшкене бой ғыздыр валу алдағы қызықты жекпе жектерінің алдында. Емран Тайсултановқа ғарсы жекпе жекте үмкін. Ортиковтың денгейін көрдік, бағаладық. Бұл жерде енді тек қана Нұрғаліге байланыс. В какой он форме, какой кондицер. Согласен с тобой. Перейдем к главному событию вечера. Я просто хочу именно его обсудить. Все это время я сидел, да, мы обсуждали Тоби, Артим, это все понятно. Вот настоящий. Как нам тут написали гран-при на Суенга. Вот приехал кореец в Казахстан, навел шуму, уехал, а Нурбеку корабла пришлось. Не то, чтобы там говорить, ты будешь драться, ты будешь драться, там желающих так много было. Помнишь, вот цирке мы комментировали, Там буквально все перепрыгивали. Кто-то пытался что-то крикнуть там, вызвать. Елеман Шертаев, я помню, тоже там участвовал. В итоге теперь не дерется в лиге больше. Но Су Йонг красавчик, да? Помнишь, как он победил, когда поклонился? Причем чем ниже поклон, тем больше уважения к тому, к кому поклоняется человек. Поэтому Су Йонг чисто уважение. Матч лав, как говорится. Но вот этот гран-при, оно появилось благодаря, наверное, если бы Су Йонгкин стал чемпионом, гран-при бы, наверное, не было, да? Да, в этом случае не предсказуемый вид спорта, депо, аммайдап, чатады, сонның көрсеткіші мысалы нақыты. Гамойлаған, да? Раван Бекпулатқа, жекпежек отгезу келген карыз. Ек күненген белый удалап, ал бір аптадангей Нұрбек қарабала гран-при жариялайт. Да. Бірақ гран-при-дің бір жақсы жері Матшыменкердің басынан проблемаларын алып сайты. Да, конечно. Және, жаңа бір есімдердашат әрдай. Дастан, амаңгелді. Дастан. Дастан, амаңгелді. Оттылса да, оттыса да, бұл жерде Дастан қазір өзінің мұқты бір спортші ретінде көрсетіп алды. Оған деймсалы, бұл жүгітке қатты мән берген жоқ, тәпті таскет тұтқанын үзінде дейм берген жоқ. Да. А мы говорили, мы говорили. үзінде сондай бір, лайықты назар аудар алмаған сияқты. Бірақ қазір мүне гран-при-дің, финал нашыққан деген, кәдің үдей. Ага, амаңгелді. Ну, знаешь, мне кажется, это из-за того, что в Еркенгар жүрде столько звезд, знаешь, в этих весах 57-61. 65-65. Камған бұл жақтыраны, е? Да, там, кто там? Окей, ты дрался на мире, ты там серебряным стал. Ладно, у нас там другие есть. Ну, ладно, давай по поводу того поговорим, как они дошли до финала. Султан Шуташпек победил Рафаэль и Диэса, да? Я-я. Бразильца. А Дастан победил Эльжан Алясхара. Тот бой я до сих пор считаю одним из лучших. Дастан против Эльжан Алясхара. Там было все реально. Ну, а теперь финал. Финал – это уже другая история. Мы общались, я общался с теми ребятами, кто знает Султана близко, кто тренировал даже, чтобы начинал даже. И один из таких вот известных, достаточно людей из мира ММА в Казахстане говорил о том, что он считает Султана фаворитом. Ты как считаешь? Ну, все. Кельсу қиын. Кельсу қиын. Мені үшін амангелді фаворит сияқты. Астараси соңғы жек-пи-жектерді не көрсеткен ескеретін болсақ. Бірақ бұл жерде бір, бірақ деген барды. Алиасқарға қарсы жек-пи-жектер байқап қалдым. Дастан ол әлде қайда техника жаңнан үйретілген баста тактикан ұстала, ұстап салқынғанды ең басты, жұмыс жасайылатын. Бірақ сол жерде мен салқынғанды Дастан көрген жоқ. Ол жерде ол Алиасқардың ойын ойына кеп кетті, бірақ әтеуір, соған женістіп үйіріпті ұтты айты. Бұл жүші қоны сарена павлиялын. Бәлкім ол да бар шар, өз жерінде оған жекпе жек көріпті. Бірақ султанмен сұйтып, султаның ойын өңейтін болсаң, эмоция біріліп, онда шаруан бітті дейдер. Султан оңды дүнелер кешірмейті. Султан спортшы ретінде әлде қайда құ жігіт. Сондықтан бұл жерде бізге таскетке қарсы өнер көрсеткен дастан керек. Сондықтан бұл жерді қағаш әлге. Керек еде тейкдаун, керек еле жерде стап қалу, керек еде қоға тұрып қоғы ёт қы. Тебе смотри, ты говоришь, нам нужендастан образца боя против таскета, а какой нам нужен султан? Какого образца боя? Как ты считаешь? perché бой, я помню, на Аллаш Прайде был, мне тогда не очень он понравился. Я помню, я вспоминаю, что там такой бой. Берек дай Сондықтан, Вот именно, который в таком году был, да? Суету нужно наводить, в общем, в актуалу. У него есть такая вот качество, у него есть такое. Вот смотри, да, он берет, постоянно прессингует, бьет, накидывает. Бьет, 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 но вот сможет ли он вот так вот на поддержании трех раундов работать? Вот вопрос. Да, бұл жерде, егер дастан жинахы олатын болса, он да Султан, он да манерде жекпе жегет киселмайды. Да, да, да. Султан бірден кәсігой спортшы ретінде бастаған, әвесігой спортты көп жүрген жоқ. Жүрседе жоғар денгеге жеткен жоқ, ол бірден кәсігей ММА ретінде бастады. Бірнеше, гран-приден өтті, түрлі үйіндарды өнер көрсеткен, кәсігей, қалыптасқан спортшы, өзінің біреге ерекше стилі бар. Дастан бұл күшкене басқа нәрсе. Бұл әвесігой спорттың барлық денгейінен өткен. Облыстық чемпионаттан бастар, әлем чемпионаттарына дейін, бірнеше рет өткен. Бұл үйкеуінің философиясы әр түрлі. Сондықтан бұл жүрде кімнің қалайтысаң. Көрің бі? Классикалық сонды бар қаралған сөзден мен сөйлеугең келмейді. Кто сұлайын әләжі, тот вейгірейд деген сияқты бар. Октагон покажет, жүркәжі. Октагон покажет, деген сияқты. Бірақ шамамен соған кележатыр. Бұл жерде, е, машықтар бірдей шамамен. Қолдарынан анауда келеді, ұнауда келеді, күреседі, ұранды сен ұрады. Бұл жерде, стратегия, еміце ұшыыыын сияқты ақарсканың. Ну, я думаю, фактора, как в Ахтубе, с Дастаном такого не будет, потому что это будет в Алмате, Алматы-арена. Это не домашняя арена ни для Султана, ни для Дастана. И в целом и Султан, и Дастан все равно ассоциируются в Казахстане как свои, как наши. Пускай даже Султан является, дерется с крысским флагом, да, кажется, он выступает сейчас чаще всего. Казахстан – спортсмен, Султан. Да, поэтому такой момент, наверное, не повлияет на него. Я так думаю, я так считаю. Но я хотел, знаешь, что у тебя спросить? Потенциально. У кого шансов больше выиграть Су Йонга? У Дастана, либо у Султана? Давай так будем, попытаемся разобраться. Дастанда көбірек сияқты ол көрнет, неге десен Дастанда инструмент көбірек, яң алды мен, және Су Йонгтің стилін көрдіңіздер. Грэплингтің адисттерің жақсы олдануат, қарсыласын аркасына шықпейту. Да, 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 да. Айдын көдег об этом знают. Да, да. Байлы аптастау көрек ем білет. Дастанда, ауэз қой МММ-де шамамен, сонда жекпе-жектерді көргеніміз бар. Ондаймен, кездескен, және партерге жеткізе қоймас. Жеткізгенің өзінде де Су Йонг бірденге жасау екі талай. Ал жолды ұшпекті, мысал біз партерді көрдік, қаза грэплингтерді көрдік, кейбір осау түстар бар. Бірақ бұл Су Йонгтің үмкіншіліктер бірден өзіпет еттеген сөз емес. Бірақ Су Йонгтің стилін ғарайтын болсаң, Султанға ғарсы қолданатын аргументтер көбірек. Бұл жағынан дастанның кішкені қорғанысы әлдіғайда мұғымдың, салы көдіктің ғателіктерін алатын болсаң, Су Йонг ғарсы жекпе жектерді. Ну, знаешь, я бы сказал, хотел бы закончить мысль тем, что кто бы не выиграл это гран-при, ну, понятное дело, победитель будет драться за пояс, но проигравшую в этом гран-при в любом случае будет драться в будущем за пояс. Через бой, через два, будь то это будет Султан, либо Дастан, неважно, кто из них проиграет, кто из них выиграет, все равно они подерутся за пояс. Будет ли Расу Йонг или будет другой, это боец, неважно. Көрнбэй, және, ең легитимды мүткер болады. Да, тут вообще бесспорно. Да. Айтат, мүнің бұмэта, неге мұнады. Хотя, знаешь, в некоторых весах есть бойцы, которые дерутся очень долго, но до сих пор не получили пояс. Да. Кибер жерде мысалы бірден алып бетеды, келетті. Киберде бір жекпе жектен бірден алып бетеды. А, бұл жолы басқа салмақтағы жектер, басқалары. Неге бұл төбелесу атырдайм, айталмайды? Да, конечно. Толыққанды, көрінден. Ауын, 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 ауын нет. Бұл ашақта Суенктың, Суенктың, чемпиондығы жекпе жектің бір статусын жоғардың көтерптейдің сияқты. Сенімен төбелесу ішін біз жарты жыл бойы қазақстанның ішін де қарулдықты. За 10 тысяч долларов, кстати. Помимо этого еще получат. Все, вроде бы все обсудили. Есть что-то добавить в конце? Покупайте билеты, все ссылки в описании. Не забывайте подписываться на канал Найза. Подписывайтесь на наши социальные сети. Обязательно оставляйте комментарий по поводу прогнозов моих, поводу мыслей Исатая. Ну и не забывайте, что мы с вами увидимся совсем скоро на Найза 49. С вами были Мадив Сатай, Арнадд Архманов. Салам алейкум. Попрощаешься, может нет? Нет. Все, было. Все, было. Тут и делать 5 series race pavement иhis-талин и gang. Ф ç flesh-эп unas开始 комиты от Хампуэсу сүрпт Mark Collins. Кақты-тэм т